И назвал его Голя Случая, так родилась эта песня. Ее уже называют Ива, Ивушка, и не помню, как это будет по-фински, но в переводе тоже плакучая Ива. Но вот еще одна песня в авторском исполнении, Голя Случая или Ива, как угодно. Ивушка, поверь, Ива, подскажи, как мне быть теперь, как же дальше жить, как поверить вновь, что была права, что придет любовь. И буду счастлива, Ива, ты моя, да плакучая, боль аж за края, воля случая, воля случая. Что там говорить, может, лучше бы по течению плыть, по течению плыть, речкой быстрою. Довелось мне быть его невестою, так нечестно, ведь был жених со мной. Птица счастья прочь, ей ничем я не могу помочь. И на свет огней, веря слепо, он ушел за ней так нелепо, недооценил широты полей. Недопригубил он любви моей. Ивушка моя, как же он так мог, ведь земля ушла прямо из-под ног. Ветвями частыми, да могучими, серебристыми, да плакучими. Ты укрой меня, пусть там толчая, как порой сильна воля случая. Ивушка, поверь, Ива, подскажи, как мне быть теперь, как же дальше жить, Как поверить вновь, что была права, что придет любовь, и буду счастлива. Что придет любовь, и буду счастлива. Что придет любовь, и буду счастлива. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Миш, спасибо большое. Дорогие друзья, я, знаете, что хочу сказать буквально еще секунду текста. Для людей, которые что-то создают в плане творчества, очень важна обратная связь. Каждому человеку, который что-то создаёт, ему необходимо знать, нужно это, что чувствуют люди, для которых он это делает. Потому что поэты-художники немножко невольники такие. Вы знаете, вот невольники. В красивом, высоком смысле этого слова, наверное, я подразумеваю служение. Я просто призываю вас сейчас к тому, чтобы вы дали какую-то обратную связь Михаилу Крылову. Потому что он никогда... Понимаете, вот как поэты. Миш, скажи, что я говорю правду. Иногда пишешь стих, и кажется, все, он суперский. И пишешь какой-то, тебе кажется, абсолютно дурацкий. А потом вдруг раз и выясняется тот, который тебе кажется дурацким, он оказывается любимым. Потом становятся песни года. Потом еще что-то происходит, еще что-то. И люди, которые что-то создают, знаете, немножечко вот оторваны от того, что чувствуете вы. Вот те, для кого сейчас Миша здесь выступает. Поэтому, дорогие друзья, в рамках программы «Стихи на салфетках» я напоминаю вам, телефоны прямого эфира это вот такая вытянутая рука. И я... Спасибо вам большое, потому что я, как автор, очень хорошо понимаю, что я хочу, чтобы он знал, что вы любите, а что вы не любите? Я не вижу... Что понравилось, а что не понравилось, да. Да, нам все понравилось. Конечно, это интересно. Мы давно знаем Михаила Крылова, очень любим, особенно наш клуб. Ну и хотелось бы спросить, есть ли еще какая-то мечта или что-то осталось нереализованное в жизни? Спасибо. 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 Анна, да, конечно, не могу не представить. Это председатель Петербургского клуба «Эсперанто» Анна Буткевич. Вы ее тоже слышали в наших эфирах, конечно же. Ну а что касается мечты, конечно, мечты, мечта есть, и она не одна, иначе невозможно и жить. Но, пользуясь случаем, скажу, что одна из реализованных моих мечт, если можно так говорить, о мечте во множественном числе. Так вот, что песни, стихи будут переведены на другие языки, поскольку иной раз хочется, чтобы их понимали и люди, не знающие русский язык. Ну вот я уже говорил о песнях, которые переведены на финский, есть такие варианты. Сейчас переводятся некоторые песни на французский язык, чему я несказанно рад, потому что перевестись на французский это ли не мечта. Ну вот к этой теме мы еще сегодня подойдем поближе, потому что все-таки мы, я обещал, что мы сегодня познакомимся с профессиональным исполнением моих песен, и певица совсем скоро выйдет на эту сцену и споет для вас несколько песен. Ну а, возвращаясь к Анне Буткевичу дружище клубу эсперанто, кой я с удовольствием посещал и даже бывал на конгрессах всемирного клуба эсперанто. Так вот, одна песня «Дружище питер», с которой я начинал сегодня, ну не первая, а вторая песня «Дружище питер», она переведена на эсперанто, так что ее уже может слышать и, в общем, весь мир на языке эсперанто, и понимать, что самое главное. Ну а я мечтаю о том, чтобы не только одна была переведена на эсперанто и пелась на этом удивительном, совершенно удивительном языке. Ну а сейчас мы, наверное... Миша, подожди, у нас звонки. Подожди секунду. Добрый вечер, Миша. Я прочла вашу книгу «Кукла». Могу сказать, что получила очень большое удовольствие, всем рекомендую. У меня первый вопрос. Как вы сами определяете жанр этого произведения? Это первый вопрос. Второе. Я сегодня с удовольствием слушаю ваши стихи. Помимо всего, что они очень талантливые, вы еще и очаровательный человек. И второй вопрос, который возник. Как вы, будучи поэтом, писателем, художником, разделяете... Мне интересно, когда вы этим занимаетесь? Как вы строите день? То есть у вас программа утром. Я сегодня пишу стихи, и я сегодня рисую картины, или это происходит хаотично? Вот такие... Немного бытовая подробность в вашей жизни. Спасибо. Спасибо за добрые, теплые слова и комплименты. Конечно же, приятно это всегда слышать. Надеюсь, что соответствую части из этих комплиментов. Но если говорить о бытовых и одновременно творческих, то, конечно, здесь спланировать это сложно. Я уже говорил сегодня, что если есть время и тишина, которые необходимы порой для того, чтобы что-то писать, то для этого чаще всего из этого получается не создание чего-то нового, особенно это касаемо поэзии. А скорее всего это просто работа над уже написанными текстами, какая-то редакция, какая-то дописка, доделка. Этим можно заниматься планово. То есть вот есть время, есть возможность, есть силы. Сил начал что-то редактировать, приводить в порядок, систематизировать, готовить к изданию и так далее, иллюстрировать, все что угодно. А вот появилось у меня свободные полчаса, и я могу сейчас что-то написать в тишине, вот это, к сожалению, никак не спланировать, потому что стихи застают врасплох. Вот у меня, во всяком случае, так. Мне проще всего пишется на вокзалах. У меня специально есть кабинет на Лондонском вокзале, раскрою такую тайну. Так, на третьем, точнее, над третьим этажом, там, в зале ожидания, если кто знает, есть вид на железнодорожное полотно. Ну, я неудавшийся, точнее, не реализованный железнодорожник, мечтал поступать в ЛИИСТ еще в учебу.